Друзья, всем привет! Мы уже не первый раз с вами говорим про телевизоры, и к тому же я хочу заранее анонсировать, что на моем канале будет большое количество в дальнейшем тоже телевизоров. И давайте все-таки еще раз проговорим некоторые аспекты про вот эти вот все самые ящики, которые, казалось бы, мы уже давным-давно списали в утиль, прошло время, и мы опять начинаем их покупать. Кстати, лично мой интерес, он прям очень-очень большой к таким устройствам, потому что контент потребляется каждый день. YouTube, сериалы, игры. Распаковку этого телевизора мы уже делали с вами на канале, сегодня я хочу пройтись по основным аспектам, рассказать вам, как именно использую его я. Телевизор сейчас и телевизор 10 лет, к примеру, 10 лет назад это абсолютно две разные категории устройств, похожих внешне, но по сути у них уже нет ничего общего. Сейчас у нас в студии поселился 50-дюймовый телевизор LG, это модель 7550 PLA, и я разобрался в том, как он работает, можно показать новую философию телевизоров на конкретном примере. Сильно на самом телевизоре внимания заострять не буду, это типичная топовая модель LG с тонкими рамками и фирменной изогнутой ножкой, о которой я уже рассказывал и уделил ей очень много внимания. Ножка, кстати, снизу прорезинена, так что сцепление у телевизора со столом очень хорошее, так просто его не скинешь. Почему я заострил внимание на ножке? Потому что в одном из предыдущих видео в комментарии написал человек, что якобы вот такое расположение ножки якобы непрактично, и какой-нибудь кот залезет на стол и сможет его просто столкнуть. На самом деле это абсолютно неправда, потому что он безумно устойчив, даже вот так я его сильно рукой качаю, видите, опасно, но ничего не происходит. Вы можете меня спросить, почему он у тебя стоит на столе, и вы удивитесь, но я нашел несколько разных применений телевизора в 2018 году, и сейчас я его использовал как монитор для своего макбука. Давным-давно я подключал различные телевизоры к компьютерам, и была в чем проблема. Разрешение Full HD, слишком большая пиксельная, слишком большая как бы зернистость, и когда вы приближаетесь к телевизору приблизительно на вот таком расстоянии, то за ним уже было практически невозможно сидеть, потому что шрифты сливались, было все нечетко и неудобно. Сейчас современные телевизоры с 4К-разрешением позволяют вам пользоваться телевизором даже на таком приближении. К тому же это IPS-матрица, и он воспринимается сейчас как обычный монитор, то есть я реально монтировал видео на этом телевизоре. Довольно нестандартный способ эксплуатации современного телевизора, 55 дюймов на столе. Мониторов таких, как вы понимаете, не существует. Конечно, вам придется покупать какое-нибудь кресло повыше, чтобы быть на уровне с ним, но в любом случае довольно интересный кейс использования. Ну то есть, если раньше мы спорили, а зачем 4К-телевизор, где под него искать контент, то сейчас такой вопрос вообще не стоит, потому что даже просто работа с интерфейсом на таком расстоянии стала довольно комфортной. Сейчас, наверное, многие люди скажут, что это небезопасно для зрения и прочие вещи. На самом деле нет. Все эти вопросы про безопасность зрения давным-давно уже канули в лету с уходом электролучевых трубок. Более того, разрешение 4К довольно прихотливая штука. Если вы будете находиться на расстоянии от телевизора метрах в трех, то вот, наверное, на таком расстоянии вы не заметите разницу между 4К и Full HD непосредственно в видео, либо же в компьютерных играх. Чем ближе вы продвигаетесь к экрану телевизора, тем больше вы ощущаете разницу четкости в детализации. Разумеется, разъемов здесь очень много. Все они сгруппированы в двух местах. На задней крышке и на боковине. Кому как удобнее подключаться, в общем. Если телевизор подвешен к стене на стандартное плоское крепление, боковые разъемы HDMI, ну, очень сильно вам пригодятся. Опять же, если вспомнить, как телевизоры использовались раньше, то больше одного HDMI уже было экзотикой, а теперь без проблем забить все 4 разъема. Это потому что акцент с телевизора смещается, смещается. Хотя нет, про смещение акцентов давайте поговорим в конце этого видео, а пока посмотрим на сам телевизорный интерфейс, как его можно удобно использовать. Если в 2018 году выбирать новый телевизор, то вам предстоит изрядно помучиться, потому что есть огромное количество разных терминов, технологий, когда вы читаете описание телевизора, смотрите какой-то рекламный ролик, либо просто стоите в магазине, либо смотрите характеристики на сайте, там прям поляна из текста различных терминов, про которые мало кому что известно, и ты сидишь и думаешь, то ли это маркетинг, то ли действительно эти функции очень важны. Сейчас по некоторым из них мы пройдемся. В нашем случае 4К разрешение, как я уже говорил, топовая IPS-матрица с сумасшедшими цветами и широчайшими углами обзора. Это действительно топовый IPS-экран, и в некотором случае можно даже не заметить разницу между телевизором OLED. Тут используется флагманская технология NanoCell, это некий тончайший слой квантовых точек, площадной 1 нанометр, который использует специальный пленочный слой на матрице. NanoCell расширяет цветовую палитру телевизора, делает картинку ярче и сочнее. У этого телевизора есть поддержка HDR, и поверьте мне, у каждого телевизора HDR абсолютно разный. Во многих моделях заявлен HDR, и он работает не совсем корректно. Именно это основная задача у вас при выборе телевизора. Когда вы выбираете себе современный телек, вы должны убедиться, что этот телевизор будет честно отрабатывать HDR. У таких компаний, как LG, здесь с этим более-менее все нормально и хорошо. Есть другие модели других телеков, где есть якобы HDR, вы его подключаете, он даже пытается как-то воспроизвестись. Но в отдельных интерфейсах, в видеоиграх, либо же просто в кино, этот динамический диапазон вроде бы и расширенный, но выглядит он крайне странно. Появляются странные ореолы и артефакты. В этом случае такого не было, поэтому даже IPS-телевизор с 4K HDR стоит, мягко говоря, недешево. И пульт Magic Remote. Тут вам и классические кнопки, и полный аналог компьютерной мыши, что очень, кстати, удобно. Это очень сильно отличает то, как мы управляли телевизором 5 лет назад и как мы управляем им сейчас. Даже 5 лет назад можно было, в принципе, использовать телевизионный пульт как указку, но точность воспроизведения и калибровки была совершенно иная. Следующая важная вещь – это звук телевизора. И многие люди склонны к тому, что если ты покупаешь дорогой телевизор, желательно прикупить к этому телевизору какой-то саундбар, либо же акустическую систему 5.1 и так далее. Здесь есть тоже некоторые нюансы. Мы находимся, к примеру, в небольшом помещении. Это к тому же еще и жилой дом. И я, допустим, не могу себе позволить просто поставить здесь хорошую акустическую систему, потому что как минимум соседи просто меня будут доставать постоянно. Я вечерами смотрю какие-то сериалы и фильмы и слишком не хочу как бы досаждать ни верху соседям, ни внизу соседям. Здесь приходится полагаться на две вещи. Во-первых, на встроенный звук, который у этого телевизора очень громкий и, к моему удивлению, оказался глубоким. Хороший звук. То есть для стандартного звука телевизора его за глаза хватает, особенно если мы говорим про какую-нибудь однокомнатную либо двухкомнатную квартиру. Но самое важное в современных телеках и в случае с этим телевизором – это наличие Bluetooth и возможности использовать телевизор вместе с беспроводными наушниками. Очень интересные два тренда, да, то есть как бы беспроводные технологии и беспроводные наушники. Здесь есть поддержка aptx. Это очень клево. Если у вас есть топовые Bluetooth наушники, то связка наушников с телевизором получается просто идеальная. Причем связка как фильмы, телевизор, да, и наушники, либо же музыка, так и видеоигры. И многие задают вопрос, есть ли задержка в играх при работе с беспроводными наушниками. И здесь все на самом деле, как оказалось для меня, зависит не от самого телевизора, а от того, какие наушники вы используете. Я пробовал на этом телевизоре три пары разных наушников разных производителей. AirPods подключал беспроводные с шумодалом, Sony подключал, Xiaomi подключал наушники. Две пары наушников AirPods и Sony работали вообще без задержек. В случае с наушниками Xiaomi была небольшая задержка. То есть такой вот input lag, как говорится в играх, он присутствовал. Поэтому приходилось выбирать между из трех моделей две модели. И вполне комфортно, то есть никакого дискомфорта и отставания звука не было вообще. Как бы странно это ни звучало, но даже в 2018 году приходится говорить про мощность телевизоров, потому что от его начинки и железной составляющей зависит то, как он будет работать. Как будет быстро работать интерфейс, с какой скоростью будут запускаться большие файлы с внешних накопителей. И в случае с этим телевизором здесь тоже есть о чем сказать пару слов, потому что это многоядерное решение, ну и так далее. Здесь стоит четырехъядерный процессор. И, казалось бы, зачем телевизору? Четыре ядра, какой-то мощный процессор. Но если проследить внимательно, то тот же интерфейс WBS четвертого поколения, это достаточно такой тяжелый графический процесс, который нужно отрабатывать на телевизоре, к тому же с разрешением 4К. И когда ты лазишь по менюшкам, смотришь на анимацию, как это все отрабатывает, полупрозрачность в окнах, это тоже все ресурсоемкие задачи. И, да, приходится производителям делать телевизоры еще и умными. Не с точки зрения функциональности, а с точки зрения запаса какой-никакой мощности. Итак, нестандартные варианты использования телевизора. Монтаж видео на телеке. Как бы это странно ни звучало, но плотность пикселей на дюйм даже вот такой большой матрицы позволяет мне вот на таком расстоянии запускать Final Cut. И таймлайн здесь получается просто какой-то сумасшедший. Сейчас я пытаюсь это все продемонстрировать, как это выглядит, когда это все разворачиваешь. Вот так вот окно выглядит на MacBook'е. То есть это максимально развернутое окно, когда ты запускаешь его на Mac'е. Но когда ты его разворачиваешь на телевизоре, на самом, получается что-то вообще невероятное. Посмотрите на этот таймлайн. Он просто нереально огромный. И в этом случае я довольно-таки даже рад, что это IPS-экран, а не OLED-экран. Потому что на OLED-экране цветопередача была бы совершенно другая. Подсветка была бы другая. Я бы не смог там адекватно как-то оценивать картинку, которая есть на компьютере, которая есть на телевизоре. Здесь все более-менее нейтрально и плоско. И, возможно, даже неплохо поработать. Я уже не говорю о таких вещах, как фотошоп, отсмотр рабочего материала и так далее. Второй сценарий использования – это Miracast. Безумно удобная вещь, если у вас Android-смартфон. Я использую сервис, который называется Soap4All. Он же это одноименный Soapy. И он тоже поддерживает Miracast в клиенте на Android. Я просто запускаю это приложение на смартфоне и перевожу картинку на телевизор. То есть для этого мне не нужна никакая приставка, вообще ничего. Со своего смартфона лежу на диване, сидя в кресле, запускаю нужную серию сериала, перекидываю на телевизор. Все прекрасно работает, без лагов, отлично отрабатывает, безумно удобная вещь. Ну и третье, я уже вам называл это использование беспроводных наушников. Ну как бы это не лайфхак, но это оказалось безумно удобным. К тому же, поверьте мне, некоторые беспроводные наушники за какую-то там адекватную цену дадут вам эффект вообще присутствия во время фильма либо просмотра сериала гораздо больше, чем использование какого-то саундбара, сидя дома. Потому что вы все равно будете ограничены максимальной громкостью и изоляцией. Когда вы надеваете наушники с активным шумоподавлением, подключаете их по Bluetooth, включаете какой-нибудь хоррор, либо просто экшен, вы сидите и эффект даже моментами круче, чем в кинотеатре. Вы когда-нибудь пробовали играть в третьи герои на диагонали 55 дюймов? Попробуйте, вы будете в шоке, игра раскроется совершенно по-другому. Да и любые старые игры, сейчас выходит огромное количество старых портов, да, вот есть игры, которые портируют на современные системы, которые поддерживают разрешение 2К и 4К, прекрасно оптимизированные. Запускаешь старую игру, выводишь ее с компа на большой экран и сидишь такой, ааа, господи, верните меня на 10 лет назад, я покажу своим друзьям, как это могло выглядеть, они просто офигеют. Офигеют, это не обычный эффект, когда ты запускаешь реально какой-то старый StarCraft, Brood War, адаптированный под Mac, к примеру, либо современную операционную систему Windows, либо те же герои. И это все прям вот так вот и такое, просто нереально. Я прекрасно понимаю, что про телевизоры много говорить не получится, даже в рамках моего канала, то есть я сегодня просто воспользовался моментом, у меня под рукой оказался свежий телевизор, я постарался высказать свои впечатления. Ко мне, безусловно, будут приходить другие модели телевизоров, я их буду тестировать, возможно, буду делать для вас распаковки, если будет появляться что-то из ряда вон выходящее, об этом мы будем снимать видосы. Но да, к сожалению, телевизор это не тот гаджет, на который как бы сейчас стоит сильный акцент с точки зрения аудитории в YouTube. Люди любят смартфончики, любят гаджеты, наушники, телевизоры как бы не очень воспринимают. Да и то понятно почему, потому что телевизоры люди обновляют не так часто. Раз в пять лет обновляются телевизоры, это в принципе тоже нормально, но почему бы и нет, почему бы об этом тоже не рассказывать. С вами был Иван Лучков, подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы в комментариях к этому видео и подписывайтесь на телеграм. Пока!